Когда осенью 41-го немецкие войска подступили к Москве, Родрик Брейтвейд только начал ходить в школу. Но у этого мальчика, как и у других лондонских детей, был немалый военный опыт. К тому времени, когда самолеты Люфтваффе обрушили бомбовый груз на наш город, Родрик Брейтвейд уже пережил тяжелую воздушную войну. Чуть ли не каждый день на Лондон с неба сыпались бомбы. Я помню, как мы с матерью, с маленьким братом, мы сидели под лестницей. Это было самое надежное место в доме. Мы сидели под лестницей, когда шли бомбардировки и немецкие самолеты над нами. Пройдет время, он узнает, что в 41-м массированные бомбардировки Англии прекратились, потому что Гитлер перебросил свою авиацию на Восточный фронт. Родрик Брейтвейд выучил русский язык, работал в нашей стране и со временем стал послом Соединенного Королевства в Москве. За заслуги на дипломатическом поприще королева произвела его в дворянское достоинство. Сэр Родрик, так следует к нему обращаться. Я хотел все-таки показать народ и людей не столько... Я не военный историк и на это не претендую. Меня интересуют люди. Это был праздничный день. Они с женой гуляли по Москве и остановились у исторического музея, где висела огромная фотография, сделанная 22 июня 41-го. Москвичи слушают Молотова, сообщающего о начале войны. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. И там эти лица... Я смотрел на этот плакат с этими лицами и думаю, что я не знаю, кто они такие, эти люди. Но они, конечно, похожи на тех москвичей, которых я сейчас знаю. И я думаю, что интересно было бы узнать больше об этом и писать об этом. Еще потому, что у нас есть это представление о русских, особенно во время войны, что это была какая-то черная неграмотная масса, пьяная, жестокая, которые нагнали на немецкие пушки НКВД с пулеметами. Такая идея. Но я знал, что это все-таки люди, которых я знаю лично. И в буквальном смысле, когда я брал интервью разных людей, это были люди, которые сейчас в Москве, но тогда были в ополчении и так далее. «Битва за Москву по числу вовлеченных в нее людей была величайшей битвой Второй мировой войны», пишет сэр Родрик Брейтвей. И, следовательно, величайшей битвой во всей мировой истории. В ней с обеих сторон участвовало более 7 миллионов солдат и офицеров. Для сравнения, в 1942-м в Сталинграде сражались 4 миллиона. В 1943-м в Подхурском 2 миллиона. И в 1945-м в битве за Берлин 3,5 миллиона. В одной только московской битве Советский Союз потерял 926 тысяч убитыми, не говоря уже о раненых. Советские потери в битве за Москву превосходят общие потери Великобритании и Соединенных Штатов Америки за всю Вторую мировую войну. И Родрик Брейтвей решил, что напишет книгу о битве за Москву. Он исполнил задуманное. Так появилась книга, которая для британских и американских читателей стала открытием. Что касается наших историков, то они выпустили не один труд, посвященный ходу военных действий. Но, пожалуй, именно англичанин первым рассказал, как жили и сражались Москва и москвичи. Недаром сэр Родрик сам вырос в осажденном городе. Что же общего между схваткой в небе Лондона и кровавой битвой за Москву? Лондонцы и москвичи опрокинули надежды немцев, которые были уверены, что уничтожат Лондон с воздуха в 40-м и возьмут Москву в 41-м. Москвичи и лондонцы защитили свои города. Когда Англия в сентябре 1939-го объявила войну Германии, но небо над Лондоном еще было чистым, пожилой джентльмен, ужиная в своем клубе, был потрясен тем, что впервые в истории клуба ни от кого не потребовали прийти в Смокино. «Телеграммы не доходят», – жаловался он. «Телефоны не отвечают. Такси невозможно поймать. Надеюсь, что когда начнется настоящая война, жизнь нормализуется». В тот вечер, когда немецкие самолеты появились над Лондоном, в одном из самых известных аристократических домов, где собралось избранное общество, к ужину подали шампанское. «Надо же отметить начало настоящей войны», – сказала хозяйка дома. В лондонских ресторанах сократился ассортимент пирожных и сыров. Владелец модного заведения сетовал, что посетители заказывают черные икры в 20 раз меньше, чем раньше. А в дни, когда объявляется воздушная тревога, вообще предпочитают отсиживаться дома. В Москве меньше, чем через месяц после начала войны, 11 июля, раньше, чем в других городах, ввели карточки на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, мясо, масло, рыбу, мыло, обувь и ткани. У нас были эти маленькие книжки, книжки с карточками внутри, ну, на все, на масло, на мясо, на сахар, на конфеты. Для нас это было, для детей, это было особенно важно, что это было на конфетке. Известный дипломат Виктор Суходрев, который был личным переводчиком Брежнева и других советских руководителей, вырос в Лондоне, где в военные годы в торговом представительстве работала его мать. Детские воспоминания навсегда врезались в память. В Англии было два вида карточек, взрослые и детские. Вот у нас, где-то у меня, до сих пор есть последние из этих карточек с талончиками, которые в магазинах, в продуктовах, скажем, отрезались определенное количество там талончиков и выдавали строго ограниченные по весу там продукты. Но опять же, если тебе полагалось там в неделю два яйца на человека, всего лишь, то ты их точно получал. Мы почти никогда не видели апельсинов, что у нас было масло, сколько грамм, я не помню, но примерно так, в течение одной недели, на одну неделю мяса было мало, а хлеб, хлеб свободно продавался, но после войны ввели карточки и на хлеб, после войны уже. Лорд Волтон, назначенный в апреле 1940 года министром продовольствия, объявил, что до конца войны бананов не предвидится. Но в некоторых закрытых клубах бананы все равно можно было получить. Исчезли продавцы мороженого, потому что холодильники использовались для перевозки запасов крови. Вдруг из магазинов пропал лук. Потом появился, но очень дорогой. Британский министр продовольствия получил одну луковицу в подарок вместе с язвительным письмом. Заплатив за эту луковицу такие безумные деньги, я не решилась использовать ее для готовки, а посылаю ее вам. Надеюсь, эта луковица заставит вас плакать так же, как она заставила плакать меня. Летом 40-го объединенные англо-французские силы были разбиты на голову. Франция капитулировала. Англия осталась без союзников и без армии. Она в одиночку противостояла нацистской Германии и, казалось, представляла собой легкую добычу для вермахта. Пожалуй, один Черчилль в те дни вселял в страну уверенность и надежду. Он произнес знаменитую речь, в которой обещал. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться на полях и на улицах наших городов. Мы никогда не сдадимся. Ну, кто он такой, Гетцент Гитлер? Мы его презирали. Мы не знали, кто он такой. Ну, такой маленький человек, черный. А риск произведения, ну, черный. Были всякие анекдоты насчет этого, например. Но мы до конца тогда не осознали, кто он такой, конечно. Летом и осенью 1940 года немецкого вторжения ожидали со дня на день. Кабинету министров доложили о настроениях в рабочих кварталах. Там говорили так. Нам нечего бояться Гитлера. Нам он ничего не сделает. Это пусть капиталисты боятся. А нам, может, даже лучше будет. Гитлер и его генералы не решили свершить бросок через пролив и высадиться на британских островах. Возможно, Гитлер считал, что британская империя дышит на ладан и незачем тратить на нее силы и время. К тому же, Германия не располагала флотом, достаточным для такой грандиозной десантной операции. А рейхсмаршал Герман Геринг обещал фюреру, что люфтваффе сравняют Англию с землей. Британские военные считали, что от вражеской авиации не спасешься. Атаки с воздуха опасались так же, как сейчас атомные бомбы. Предсказывали, что Лондон будет охвачен хаосом, транспорт перестанет работать, толпы бездомных потребуют немедленного заключения мира. Мы думали тогда, нам все говорили, что в течение нескольких дней Лондон будет разрушен с воздуха. Мы этому твердо верили. Больше всего боялись химического оружия. Лондонцы с ужасом думали о том, как облака отравляющего газа накроют город. Люди ослепнут и задохнутся. Детям раздавали противогазы с Микки Маусом. Впрочем, некоторые матери с раздражением смотрели на маски. Даже Гитлер не заставит моего сына надеть эту гадость. Мы с ним укроемся под одеялом. 24 августа 40-го первые бомбы упали на Лондон. В Эст-Энде вспыхнули пожары. 7 сентября в субботу небо словно заволокло тучами. Стройными рядами немецкие бомбардировщики обрушились на город. Закрывая глаза, вот как бы вижу просто в небе над Лондоном немецкие бомбардировщики и за ними гоняющиеся английские истребители. Причем это были действительно еженощные бомбардировки. Это 40-й год. Тысячи людей остались без крова. В уцелевших домах не было ни газа, ни электричества, ни воды. Утро выяснялось, что молока не привезут, а ближайшая булочная сгорела. Ноги убежища оказались недостаточной защитой от мощных бомб. Но и в самые тяжелые дни, когда бомбили постоянно, один из семи лондонцев все равно оставался дома. У нас были и общественные убежища, и внутренние домы частные. И сначала все ходили туда, а потом это надеяло, потому что и так ты можешь погибнуть и в убежище. Так что мы лежали в своих пистелях и, как я сказал, мы слышали бомбардировки и много погибло, но 60 тысяч всего во время войны погибло и в одном Лондоне 30 тысяч. Сразу же создался миф о том, что мы храбрые люди, мы выстоим, мы сплочены вокруг друг вокруг. Значит, это мужественный город сажается. Мы гордились этим, конечно. Мы говорили себе, что они нас не сломают. Это невозможно. И это, конечно, было очень важно с точки зрения введения воды. Зенитный огонь был малоэффективным, пока не начали действовать радиолокаторы. В сентябре 40-го на один сбитый немецкий самолет уходило 30 тысяч снарядов. В октябре 11 тысяч, а в январе 41-го всего 4 тысячи. Уходя от зенитного огня, немецкие бомбардировщики сбрасывали груз с большей высоты и промахивались. Вместо портов и железных дорог бомбы попадали в жилые дома. Зенитный огонь тоже был опасен. С неба сыпались осколки и неразорвавшиеся снаряды. У нас у мальчишек у всех карманы были дырявые, потому что каждое утро по дороге в школу, когда я уже стал ходить в школу, мы собирали эти осколки. ну, как вот дети, мальчишки коллекционируют, скажем, марки, мы коллекционировали эти осколки. Причем, самое главное было принести и показать приятелям осколки, не покрытые ржавчиной, не тронутые ржавчиной. Это значит сегодняшний, вот этой ночью этот осколок упал. Не успевшие укрыться, рисковали быть убитыми собственными снарядами. Град Шрапнелли, сыпавшийся с неба, был столь же смертелен, как и вражеские бомбы. В результате погибло больше лондонцев, чем немецких пилотов. Но даже если бы англичане об этом знали, они бы все равно хотели слышать грохот зенитных орудий. Некоторые англичане уверяли, что немцы бомбят только бедные кварталы, потому что богатые договорились с Берлином. Власти всерьез боялись бунтов. Воинские части были предупреждены, что им возможно придется подавлять волнение. В 40-м году, пишет Родрик Брейтвейд, в Великобритании для отражения немецкого вторжения наскоро и с большим трудом собрали пеструю группу энтузиастов, которые составили части местной самообороны. Англичане никогда не теряли чувство юмора и тогда этих ополченцев называли папашина армия или папочкина армия дэдз дэдз армии. Но это было и туда пожилые мужчины шли, причем многие из них занимались этим после основной своей работы где-нибудь на заводах, фабриках, магазинах, где угодно. И вот в вечерние часы после работы они надевали форму и шли заниматься военным делом. Не нашлось ни оружия, ни инструкторов, чтобы обучать ополченцев. Вместо гранат бросали картофелины. Сумело ли бы папочкина армия оказать реальное сопротивление, если бы немцы действительно вторглись на Британские острова? Трудно сказать, как бы они себя проявили, если бы подверглись настоящему испытанию, пишет Родрик Бритвейт. Дивизии московских ополченцев были несравненно лучше, чем они. И в отличие от английских добровольцев, им пришлось сойтись с немцами лицом к лицу. Многих англичан тогда опрашивали, какой вклад в оборону родины они смогут внести в случае немецкого вторжения. Одна супружеская пара ответила, что готова как-то помогать в промежутке между пятью и семью вечера. За исключением в конце недели они всегда уезжают за город. Отдохновение искали в кино. Зрители сидели в зале во время бомбежки, испытывая иллюзорное чувство безопасности и стараясь отвлечься. Один и тот же фильм крутили два раза подряд, да еще и приглашали музыкантов. Никто не расходился, пока не объявляли отбой воздушной тревоги. В пятийных заведениях вино текло рекой. Молодые люди спешили вступить в брак. А вдруг это их последняя ночь вместе? Как первым налеты внезапно прекратились, лондонцы бросились развлекаться. На модные концерты за билетами стояли очереди. Театры были переполнены. Люди соскучились по хорошей музыке, балету, поэзии, живописи. И страсть к танцам охватила лондонцев. Большие танцевальные залы заполнились до отказа. Музыка, веселье, общество, улыбки лучшего хотелось в те военные дни. Даже маленькие рестораны обзавелись собственными оркестрами. Развлекались как могли. Недостатка в доступных женщинах не ощущалась. Выбор был широким и днем, и ночью. Англичанки, итальянки, француженки и даже немки-мигрантки. Один генерал восхищался проститутками. В то время как все бежали в поисках бомбоубежища, они преспокойно вышагивали по лондонским мостовым в ожидании клиента. Летом осенью в 41-м в Лондоне, пишет Родрик Брейтвейд, военные политики внимательно следили за ходом войны в Россию. Они не очень-то верили, что русские продержатся долго. Специалисты в нашем Министерстве обороны предсказали, что Москва падет через три-четыре недели, если русские не сражаются. Если сражаются, падет через пять или шесть. Главные страницы книги Родрика Брейтвейта посвящены подвигу москвичей, защитивших свой город. Он отыскал тех женщин и мужчин, которые ушли на фронт добровольцами, дежурили на крышах часы налетов вражеской авиации, рыли окопы, создавая оборонительную линию вокруг родного города. Расспрашивая тех людей, он хотел понять, почему эксперты ошиблись в прогнозах и боевые действия на Восточном фронте шли совсем не так, как рассчитывали генералы вермахта и как первоначально предполагали в Лондоне. В 1940 году, пишет Родрик Брейтвейт, французы и англичане сражались до тех пор, пока, как они считали, благоразумие и честь требовали этого. После чего они или отступали или сдавались в плян. Но русские стойко защищали свои позиции. Они продолжали сражаться не только, когда сопротивление уже казалось бессмысленным, но даже тогда, когда он остановилось фактически невозможным. Окруженные со всех сторон превосходящими силами противника, они погибали. Сдавались только тогда, когда воевать уже было нечем. Первый массированный налет на Москву был через месяц после начала войны 21 июля. Он начался в 10 вечера и продолжался 5 часов. Бомбовый груз сбросили на город 250 немецких самолетов. Следующей ночью последовал новый налет 180 немецких самолетов. Появление бомбардировщиков в небе столицы означало, что части вермахта неудержимо приближаются к Москве. Ну, сначала мы были здесь и в подвале этого дома ночевали, а ночью при налете выходили на крышу и зажигалки гасили. Было очень много зажигательных бомб, которые маленькие. Ну, их можно было быстро погасить. Там были ящики с песком, как она была. А через две недели собрали всю молодежь училища, театра в основном и отправили нас на сооружение оборонительных рубежей. Отправляли нас на три дня, задержались мы там три месяца. Каждый вечер приблизительно часов в семь, вспоминали москвичи, поднимались в небо аэростаты, напоминающие покачивающихся заснувших рыб. В районе десяти часов, когда серость окутывала землю, раздавалась воздушная тревога. По улицам бежали люди, спешащие укрыться в убежище. По небу метались лучи прожекторов, выискивая врага. Воздух заполнял лопающийся звук зениток, страшные разрывы падающих бомб и душераздирающий вой пожарных машин. Я я оставил москву еще такую ну такую я бы сказал взволнованную какую-то а после вернулся это уже была совершенно другая москва это была москва воюющая убежище в метро находили 350-370 тысяч москвичей в 41-м на станциях метро во время воздушных налетов родилось 217 детей в туннелях держали железнодорожные электростанции на случай если в результате бомбардировки электроэнергия перестанет поступать из города но в метро попадали не все и самое страшное иногда бомбы падали на город когда тревогу не успевали объявить нас разбили на группы для охраны различных районов Москвы вспоминал будущий академик Александр Шейндлин вступивший добровольцем в ставшую знаменитой отдельную мотострелковую бригаду особого назначения наркомата внутренних дел наша группа патрулировала нынешнюю Тверскую улицу и вдруг без объявления воздушной тревоги около известного москвичам магазина диета куда выстроилась огромная очередь упала немецкая бомба страшно вспоминать множество убитых в основном женщин и детей сидим на крыше видим начинается бомбежка начинает там 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 вдруг я слышал этот самый тонкий такой звук ребята мои не знают а я уже знал что это такое значит когда этот тонкий звук он все время так чуть-чуть усиливается чуть-чуть так становится ниже по своему тону я говорю ребята бегом бомба значит мы помчались вот так вот по лестнице до второго этажа успели добежать как она грохнула соседний дом это дом 28 по улице Горького во дворе там стоял четырехэтажный корпус от него ничего не осталось немецкая воздушная война против Москвы в 41-м продолжалась столько же сколько ожесточенные бомбежки Лондона в 40-м но добились немцы меньшего пишет Родрик Брэйтвен с 7 сентября 1940 года по 10 мая 1941 года только в Лондоне от бомбежек погибли 30 тысяч человек и 50 тысяч были ранены было разрушено 3,5 миллиона домов от немецких бомб москвичей погибло меньше чем лондонцев британский историк прав но неизмеримо больше москвичей погибло на поле боя англичанам то повезло Германия оккупировала 30 июня 40-го несколько островков в проливе Гернси, Джерси, Олдерни но на основную территорию Великобритании нога немецкого солдата не ступала лондонцам не пришлось оборонять родной город осенью 41-го в самые опасные месяцы войны для обороны Москвы не хватало войск и москвичи по существу заменили действующую армию которая не в силах была остановить вермахт отступала и едва не сдала столицу недостатков в добровольцах не было война раскрыла во многих людях лучшее их качество 13 октября секретариат московского горкома партии создал городской штаб формирования коммунистических батальонов 16 октября в 3 часа ночи командиров и комиссаров собрали в красном зале массовета там они получили боевой приказ прикрывать подступы к городу по Дмитровскому Ленинградскому и Волоколамскому шоссе 14 октября прозвучало постановление Центрального комитета о создании коммунистических батальонов в них приглашались на добровольной основе члены партии и комсомольцы которые должны были стать последним партийным заслоном на тот случай если фашистские войска прорвут фронт наших войск в здании школы на большой почтовой улице студент педагогического института Лев Пушкарев вступил в коммунистический батальон Бауманского района перед батальоном стояла одна задача умереть но не пропустить врага к столице они заняли боевые позиции на одном из самых опасных направлений возможного вражеского удара на Ленинградском шоссе за Никольской больницей тот район где мы стояли считался уже фронтом и последняя остановка шестого троллейбуса который шел от охотного ряда до шестой больницы последняя остановка называлась фронт основным противотанковым оружием были бутылки с горючей смесью они вошли в историю под названием молотовский коктейль бутылкой надо было попасть в кормовую часть танка где находился мотор на воздухе жидкость воспламенялась пустые бутылки для фронта собирали пионеры боже ты мой каких только бутылок там не было были узорчатый спотыкач московская запеканка вот была такая до войны запеканочка затем значит довоенные еще штофы четырехугольные старинные где они их набирали понять не могу масса бутылок из-под минеральной воды тогда были литровые бутылки ухватистые такие тяжелые довольно нагрузили мы эти бутылки ребят посадили сверху и поехали привезли привезли ребят они прежде всего мы их накормили кашей доотвалов но они сказали что вкуснее ничего не ели никогда потом мы повели в окопы показали где мы сидим дали им подержать винтовки автоматов у нас не было тогда еще а были трехлинейки московские студенты в окопах оставались студентами занимались самодеятельностью устраивали импровизированные концерты помню те песни которые исполнялись те частушки которые пелись там помню как приезжали к нам наши шефини как мы их называли и отплясывали перед нами исполняли песенки одна из них бойка девчина с трехгорки я помню вышла как дала дробь каблучками и начала 240 песен знаю все сейчас перепою в каждой песне я про пресню про любимую спою замолчала и сказала ребят а вы про какую улицу хотите услышать студенты зефли которые вместе с нами учились и жили учились сокольников закричали сокольники пожалуйста ой сокольники сокольники до метро рукой подать провожал меня мой коленька не смог поцеловать будущий профессор медицины Александр Нагалер был студентом пятикурсником первого московского медицинского института в институте нам сказали молодые люди кончайте заниматься чепухой отправляйтесь на фронт без экзаменов и комиссии нам выдали дипломы мне присвоили воинское звание военврача третьего ранга и вручили направление в 703 легкий артиллерийский полк наш полк стоял у станции Кубенко от которой электричка идет до белорусского вокзала 20 минут противотанковых орудий и противотанковых оружий не хватало не только в кино но и в жизни бойцы имена которых часто оставались неизвестны потомкам бросались под танки со связками гранат в руке или обвязывали себя гранатами и погибали вместе с подожженным танком когда я приехал после ранения мне нечего было нечего было одеть я ходил в этой шанели в которой меня ранило с дырками с кровью это не очень было видно но тем не менее в супругах с палкой я был героем с орденом я был героем девочки внимательно относились высшее техническое училище имени Баумана эвакуировалось в Ижевск студентам сказали идите пешком до Владимира там может быть вас посадят на поезд и отправят в Ижевск нет ребята возразил студент четвертого курса бронетанкового факультета Николай Егорычев я никуда не пойду я москвич и я должен защищать свой дом я пошел в Бауманске райком рассказывал он через много лет после войны и меня определили в специальный взвод истребителей танков обмундирование не дали как был я в зимнем пальто костюме и спортивных ботинках так и отправился вооружили нас трофейными винтовками времен Первой мировой мой взвод занял огневые позиции у моста через канал Москва-Волга в районе Химок мост был заминирован в его опоры заложили три тонны взрывчатки и мы были готовы в любой момент поднять его в воздух Этим студентом был Николай Григорьевич Егорычев который сражался на передовой прошел всю войну был дважды ранен награжден Война все-таки здорово вырубила наше поколение из 20-го года рождения нас остался один из 20 один из 20 я ходил в психическую атаку вот и мерз там и все что у меня два ранения пулевой суда суда ранения В 62-м он стал первым секретарем горкома партии хозяином Москвы ровно 40 лет назад 8 мая 67-го стараниями Николая Григорьевича Егорычева на могиле неизвестного солдата в Москве зажгли вечный огонь при строительстве Зеленограда неподалеку от станции Крюково обнаружили забытую братскую могилу там нашли останки солдата без документов никто не знает кто он его останки были с почестями захоронены у Кремлевской стены 3 декабря 66-го 25-й годовщине разгрома фашистов под Москвой но руководителю страны Леониду Ильичу Брежневу вся эта идея не очень нравилась он сопротивлялся тянул с решением и не успели сделать все необходимое а само это место в Александровском саду рассказывал Егорычев выглядело иначе чем сегодня оно было неухоженное неуютное газон чахлый да и Кремлевская стена требовала реставрации все сделали не успели только одно под Манежной площадью вдоль главной аллеи Александровского сада протекала река Неглинка теоретически существовала опасность проседания почвы под памятником речка была заключена в трубу которая требовала замены пришлось в зимних условиях вскрыть и проложить новый коллектор 7 мая вспоминал Николай Егорычев в Ленинграде на Марсовом поле от вечного огня зажгли факел и торжественно передали его посланцам столицы его повезли на бронетранспортере в сопровождении почетного эскорта 8 мая 67 на Манежной площади стафету принял герой Советского Союза летчик Алексей Моресьев открывать мемориалы произнести короткую речь доверили мне право зажечь вечный огонь славы предоставили Брежневу ему заранее объяснили как это нужно сделать но он что-то недопонял и когда пошел газ опоздал на несколько секунд поднести факел произошел хлопок Брежнев от неожиданности отпрянул чуть не упал видимо поэтому открытие мемориала очень скупо показали по телевидению теперь найдены и опубликованы дневники и письма тех москвичей кто ушел добровольцем и не вернулся они очень трогательные но больше всего там есть тоже цитировал книжки там есть письма от этих молодых людей из из Твака например которые шли но они тоже были молодыми они думали что это будет это будет хорошо это будет все-таки интересно что они сражаются за родину дух был приподнят и это тоже естественно это всегда бывает пока они начинаются все эти ужасы 21 октября по приказу командующего войсками московского военного округа генерал-лейтенанта Павла Артемьева началось строительство огневых точек и баррикад на площадях и улицах внутри города бой в Москве намеревались вести за каждый квартал за каждую улицу за каждый дом как это будет потом в Сталинграде сражаться за свой город предстояло самим москвичам студенческие билет давал право на отсрочку от призыва поэтому записывались добровольцами был такой на стадионе Динамо набор людей на так называемую Омсдон Омсдон дивизии особого назначения это готовили для партизанских отрядов то что сделала тогда столичная молодежь считавшаяся изнеженной и не готовой к суровым испытаниям заслуживает высочайшего уважения московская молодежь стала живым щитом заслонившим город сколько славных талантливых не успевших раскрыться молодых людей погибло тогда в боях во всех районах бойцы готовились с отрывом от производства с тем чтобы 28 29 октября направиться для выполнения боевых задач все кто записывался в истребителей танков понимали что идут на верную смерть понимали это и готовы были погибнуть в бою в сокольнический райком комсомола приехал секретарь городского комитета по военной работе Александр Шелепин приехал он неожиданно и еще более неожиданно оказался цель его приезда надо сказал он подобрать трех-четырех хороших надежных комсомольцев в дублирующий состав бюро сокольнического райкома увидев недоумение на лице секретаря райкома Григория Коварского невесело улыбнулся ну знаешь как это бывает у футбольной команды а затем поставил задачу подготовить подполье уезжая Шелепин сообщил что немцы уже в районе Звенигорода на западе и в районе Крюкова на северо-западе Шелепин позвонил Вячеславу Янчевскому секретарю коминтерновского райкома комсомола для работы в Тулу врага надо подобрать надежных парней желательно блондинов и голубоглазых но самое главное они должны безукоризненно владеть немецким языком поищи в школьных или институтских организациях а может кто в наркоматах остался нашлись сотни москвичей которые понимая что рискуют собственной жизнью согласились остаться в Москве если захватят немцы и продолжить борьбу с врагом в подполье за один день подобрали примерно 800 человек в подпольную партийную организацию подпольщики должны были организовать серию диверсий против важных немецких объектов и убивать заметных деятелей оккупационного режима важно было запугать не столько немцев сколько тех кто пожелает с ними сотрудничать отбить желание идти к немцам на службу подпольщикам объясняли как вести себя на оккупированной территории учили обнаруживать слежку уходить от преследования выявлять провокаторов связь должна была осуществляться через курьеров и с помощью заранее оборудованных тайников каждому придумали биографию которая объясняла почему он остался в Москве на случай сдачи Москвы была написана и отпечатана листовка которую подпольщики собирались распространять в оккупированном городе под напором превосходящих сил противника наши войска временно оставили Москву тяжелая утрата но слезами горю не поможешь за свою многовековую историю Москва и москвичи переносили и не такие удары и всегда выходили победителями история никогда не забудет того как русский народ и Михаил Кутузов били и морозили в Москве и под Москвой французов в армии Наполеона немало было и немцев предков нынешних людоедов а Гитлер и его банда об этом видимо забыли так напомним же им этот исторический урок товарищи москвичи убивайте истребляйте каждого немецкого оккупанта как бешеную собаку взрывайте мосты и дороги разрушайте телефонную и телеграфную связь поджигайте склады и обозы срывайте все вражеские мероприятия листовка не понадобилась москвичи не отдали свой город в декабре Красная Армия перешла в наступление и отбросила немцев от столицы в это время была популярна частушка как на улице туман полное затмение глянул Гитлер на Москву и лишился зрения расфортировали нас быстренько в голом поле ждите пожалуйста скоро будет наступление действительно прошло всего несколько часов пришел к нам командир сказал что готовьтесь сегодня ночью будет боевой у вас это последняя мирная была ночь для меня ну как и многие студенты филологи я в то время писал стихи и об этом я тоже написал свои стихи к вечеру погрелись у костра стали ждать условленные ракеты выдала нам каждому сестра индивидуальные пакеты вот и небо в зареве огня стало неожиданно весенним смотрел товарищ на меня и промолвил чтобы не в последний 14 декабря 41 в Москве началось разминирование предприятий в 20-х числах декабря стали торговать елками и новогодними украшениями москвичи раскупали бусы флажки куклы зверей из золоченого картона с точки зрения вопроса кто выиграл ну конечно для меня это несомненно русские выиграли мы им помогали но выиграли русские а такого подхода конечно в Америке совсем нет они не знают они совсем не знали о битве по Москве когда я презентовал эту книгу в Америке они были ну что это такое мы знаем что есть две решающие битвы это Диде и битва Иваджима это в Тихом океане четверо из пяти погибших во второй мировой войне погибли на восточном фронте пишет Родрик Брейтвейт две трети вооруженных сил Германии воевали против Красной армии даже после открытия второго фронта если бы они не сражались в России то они были бы во Франции и тогда американские и британские войска просто не смогли бы высадиться в Нормандии Сэр Родрик Брейтвейт живет вместе с верной спутницей жизни в давно купленном доме с небольшим участком говорит что сейчас бы наверное не смог его приобрести цены на недвижимость в Лондоне невероятно выросли дома по соседству скупают арабские шейхи и русские олигархи Сэр Родрик работает над фильмом о трагедии Афганистана и по-прежнему любит Москву старую и новую Сэр Родрик Эх, дороги пыль пыль до туман холода тревоги до степной бурьян знать не можешь доли своих может крылья сложить посреди степи Субтитры создавал DimaTorzok